Шаблотова Готовох, здравствуйте! У нас сейчас 152-й урок по Мишли. Мы находимся в 18-й главе и начинаем с первого предложения. Прихоти ищет своенравный, восстает против здравого смысла. Глупый любит неблагоразуменно, только открыть свое сердце. Я сейчас переведу это немножко более так, как мне нравится на иврите. Таева, это удовольствие, ищет отделившийся. Во всем, что к нему приходит, все, что его спасает, во всем этом он раскрывается. Начнем с Мальбима. Мальбим говорит, прежде всего, Мальбим здесь останавливается на переводе слов. Мальбим и Рот Милим пишут, что слово Тащия, которое Слово Тащия, он объясняет, что это Хульша, происходит от слова Слабость. В Ташуткох, и Ослабление силы. В Ираеху, подобное это слово, встречается в книге Иова еще один раз. Это совершенно не очевидно, что это как бы вот такой единственный перевод, который существует. Потому что Раша пишет, секунду, не здесь. Раша переводит слово Тащия, как здесь тоже, переводит слово Тащия, как Хурпа. Хурпа это наглость. То есть, Мальбим переводит это слово, слово переводит понятием Слабость, а Раша понятием Хурпа, разрушение наглости. Теперь попробуем посмотреть, как Мальбим переводит все предложение и объясняет его уже в Биурот, не Биурот Милим, не объяснение слов, а Мусар Хохма. То, что мы должны иньоним, которое мы должны выучить из этой фразы. Объясняет Мальбим, тот, кто уже отделился от Тавы, тот человек, у которого была Таева, и он от нее отделился, он будет просить ее заново. Как, например, Закен, старый человек, Холе, больной человек, Шеквар Нефрат Мина Таева, у которого уже больше нету Таева. Имеется в виду определенные виды Таева, которые проходят, например, межполовое влечение, которое сильно ослабевает с возрастом. Вагуми Вакеш, Ваасетек, Булот, Шейтавэта, Ава. И он будет пытаться и делать какие-то действия для того, чтобы Таева вернулась. Алиидей Симаманим Вакедом объясняет Мальбим посредством лекарств и тому подобное. В. И. Тогда Идгалэ, Бехоль Таше, будет раскрыто все Таше, вся его слабость. То есть, Хульша, объясняет Мальбим здесь то, что мы уже прочитали, что это происходит от слова Ташуткох, слабость силы. Кизэ, Ихлиш, Гуфоба, Кольминэй Ташаткох. То есть, он будет ослабевать посредством лязаных лекарств, которые он будет, посредством действий, которые он будет делать. В. И. И здесь еще одно изучение. То есть, первое, что Мальбим нам объяснил, что человек, который от Таева ослабевает, и он лишается Тавы, поскольку он уже пробовал это Таева, это наслаждение, то он будет искать ее различными способами, несмотря на то, что при этом это будет приводить к его слабости. В. И. 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 Е. И. Еще здесь учится, что тот кто? Нефрат от Тавы, человек, который отделился от Таевы. Как, например, кто такие люди, которые отделяются от Таевы? Назерим. Назерим, которые уходили в пустыню, где нет людей, их тайва усиливалась еще больше, до такого состояния, что они искали эту тайву, и она не находилась у них. То есть, во всем этом получается, что перед ними раскрывалась тайва еще с большей силой. Мальвим дает два объяснения этого поступка. Первое объяснение, что человек, у которого пропадает тайва, он от нее отделился, например, по причине преклонного возраста. Этот человек начинает искать тайву, несмотря на то, что поиски, которые он производит с помощью различных действий, приводят к ослаблению его силы. Тем не менее, он будет искать эту тайву, и идгалэ раскроется, что тем самым он вредит себе и становится все слабее и слабее. Второе. Человек, который делает тахбулот, делает попытки уйти от своей тайвы, например, устраниться от людей и стать пустынником, странствующим, где-то, где никого нету. На самом деле, его тайва растет только от этого сильнее и сильнее, и слабость эта откроется ему, когда он будет себя таким образом вести. Это два пирушек, которые дают Мальвим на этот пасук. Это как бы пшат, пашут, а простое объяснение пасука. Гаон начинает объяснять совершенно по другому принципу. Лы тайва, евакэш, нефрат, говорит мельницкий Гаон. Килоймар, то есть, тейков, каширадам, нефрат, минотойра, сразу же, как человек отдаляется, отделяется от Торы, в ту же секунду он начинает преследовать Таву. И просить ее все сильнее и сильнее, потому что Тора это то, что разбивает тайву, которая есть у человека. Тайва это стремление человека к удовольствиям этого мира, и является, как достаточно легко понять, отрицательным качеством. Без него невозможно жить, но при этом это качество должно быть подчинено душе. И вот человек, который состоит из Торы, то Тора разбивает эту тайву. И я уже, говорит Гаон, это объяснял. И сейчас мне придется немножко коснуться этого объяснения, для того, чтобы как-то понять Гахиба Майаскина. Гаон действительно это объяснял в нескольких местах. И начнем с того, что посмотрим, сколько я сам забыл, думаю, что вы тоже не все помните, что мы учили когда-то в Мишли. То возьмем Мишли из второго перика, седьмое предложение, которое говорит. То есть, сейчас я правильно хочу взять, одну секунду, да. Он говорит, что то, что спрятано для прямых людей, это будет спасением. Он говорит, что Ешар, говорит Гаон, что такое прямые люди, это название путей и медот человека, которые он делает для себя с помощью своего разума и ставит их на прямые пути, в соответствии с путями Торы. Поэтому, для того, чтобы быть человеком Ешар, ему невозможно стать мудрым, потому что он постоянно... Что значит Лейсакель? Это я неправильно перевел. Сейхель это мудрость, но Лейсакель в данном случае это от слова Ксиль. Ему невозможно отупеть, ему невозможно ошибиться, потому что подобный человек, он постоянно... Он постоянно следит и раздумывает о своих путях, но для этого ему нужна постоянно Тора, для того, чтобы он не свернул с тех советов, которые дает ему Тора по тому поводу, куда ему идти. И это то, что сказано, что человек, который для Ешарим, то что спрятано, то есть Тора, будет его спасать. И это Эцот, советы, которые дает Тора, и она разбивает его Медот. Потому что, поскольку это Тора, поэтому здесь сказано, что Тащия, спасать. Потому что она... Слово спасать в данном случае, то же самое слово Тащия, которое у нас употребляется и переводит Мальбим, как слово ослаблять, поскольку она ослабляет силы человека, и поэтому его Таева, она с ослаблением сил ослабевает и Таева тоже. И поэтому человек, который там, который всегда ходит по прямым путям, прямыми путями, правильными путями, простыми путями, и не сворачивает от того, что говорит ему Тора, ни направо, ни налево, поэтому даже в Медот, даже в качествах, он не опирается на собственный разум и идет всегда Батмимут прямым путем, простым путем, который указывает ему Тора. И этот человек там, он не нуждается в советах, поскольку у него нет войны, которая производится в его разуме, потому что он всегда ставит себя как животное, то есть он ставит себя как животное, которое не имеет собственного разума и делает то, что говорит пастух. И также сказали, что Арумим Бедаат Масимим Ацмамки Бхема. Люди, которые Арумим, мудрые своим знанием, они делают себя как Бхема, как животное. Но он может сделать ошибку без Каваны, случайную, и ему он нуждается в щите. И для того, чтобы защищать его, чтобы он не ошибся, не приткнулся, ему нужен Маген Бхал Хайтам. И это Маген Бхал Хайтам, и это то, что говорит Шлома Амелых, и говорит, что то, что спрятано, то, что скрыто для прямых людей, то есть Тора, она ослабляет человека и тем самым его спасает, и она является щитом для тех, кто идут прямым путем, чтобы они не сделали Аверу непреднамеренно. Таким образом, возвращаемся к нашей, теперь к нашему пасуку, 18 главе. И он говорит, так как объясняет Гаон, что человек, как только он отделяется от Торы, он тут же начинает преследовать Тайву и просить ее. Поскольку Тора это то, что разбивает Тайву, как я уже только что сказали, мы только что смотрели, объяснил это во второй главе. И когда он отделяется от Торы, он автоматически начинает преследовать Тайву. И все, что ослабляет, все слабое у него, начинает быть открытым. Имеется в виду, что открываются его изъяны, его недостатки во всем. И это сказано в Геморе. И Шлом Амеллах приводит здесь Гемору из трактата Псохим. Гемора говорит, на Дафе Мемте Тома Талиф есть Гемора. Довольно-таки длинная судья на эту тему. Гемора здесь выясняет, когда пригласили на трапезу, саудат Митсуа, например, на свадьбу. Когда человек обязан идти, когда он не обязан идти, что является саудат Митсуа, какая свадьба является, трапеза, посвященная свадьбе, является Митсуа, и какая нет. Например, дочь Толмитхохама, которая выходит замуж за Толмитхохама, это саудат Митсуа. Дочь Толмитхохама, которая выходит замуж за Амгарца, это не саудат Митсуа. На нее бы, паштус, просто нельзя идти. Толмитхохам, которая выходит за Баткоина, за дочку Коина, которая выходит за Толмитхохама, Это Саудат Митсва, дочка Коэна, которая выходит за Амгарца, наоборот, и так далее. После этого Гемора приводит Барайту и говорит. Тавер Абонан, вот учили наши мудрецы. Коль Талмитхохам, любой Талмитхохам, который Марбе Саудато, который делает, увеличивает свою трапезу, делает большую трапезу. Беколь Маком, всегда, постоянно. То есть, не то, что он один раз это делает, но он это делает постоянно и вот так вот сильно много упирает на еду. В конце, Махриф от Бейто, он разрушает свой дом. Маальмен, это что, делает свою жену вдовой. Меетем от Газалав, делает своих детей сиротами. Талмудоми штакех мемену, его Талмуд забывается у него. У Махлокот работ Баоталав, и многие Махлокесы, многие споры приходят на нем. «Ве двора вейна нишмаим», его слова не будут услышаны. «И он михалэль шем шамайм», и он оскверняет имя небес. «Ва шем рабо» — имя своего Рава. «Ва шем авиф» — имя своего отца. «Ва гарэм шем ра» — и делает так, что начинает быть плохим имя его, его сыновей, сыновей его сыновей, отцового рода, до конца всех поколений. Майги, о чем идет речь? «Омарабая» — «карулэй бар мейхим». Но его называют «бар мейхим» — сын Михама. «Бар мейхим Танурей» — сына того, у которого постоянно греется печка. «Рова» — «бар маркит», «бэйкуве» — «равпаба» — «бар малахиха» и так далее. Я даже не думаю, что надо переводить все эти прозвища, которые дают его детям, кого он является сыном и так далее. Но Гемора здесь говорит, что Талмид Хахам, который упирается на еду, увеличивает количество, наверное, и качество тоже, своей еды, то он, все, что здесь написано. Например, у него забывается Талмуд. У него он умирает, и жена остается вдовой, и дети сиротами. Объясняет Раша. «В Шимовакэшлем, и Дово, и в Шарло». Почему жена, он делает свою жену вдовой, объясняет Раша. Он ищет, пытается найти свой Лимут, свою Тору, и ему это невозможно делать. Выгалелами за нот, и он должен идти в Галут визгнание, чтобы искать пропитание, к которому он привык. И вот его жена становится вдовой при жимом мужа, потому что она остается сидеть на своем месте, а он начинает ездить на заработки куда-то за границу. Газалав. Его дети становятся и Томи, потому что папы нету дома. В Талмудо, Миштакех, Талмуд, его забывается, Шейна Асех Лахзоралав, потому что у него нету времени и возможности возвращаться и учить то, что он уже когда-то выучил, поскольку зарабатывать надо на еду. Махлакот, Работ, Баоталав, к нему приходит много махлокисов. Михамар Шишахах Талмудо, поскольку он забыл свой Талмуд, и из-за того, что ему надо очень много действий для того, чтобы увеличивать свою трапезу. И его сыновей зовут Маркит Байкохе Кедерих Лейцаним, как называют клоунов, которые играют и танцуют около магазинов для того, чтобы им дали выпить и поесть в качестве награды за их танцы. Таким образом, здесь говорится, что Талмудхохам, который уходит из Талмудхохамства ради пропитания, а начинается с того, что начинает просто много, хорошо, обильно и качественно кушать, то этот Талмудхохам теряет как функцию Талмудхохама, так и теряет все остальное. Доказательство этого гемора приводит из нашего послука Мишли, который говорит, что Тайва начинает искать тот, кто отделяется. То есть, человек, который отделяется от Торы ради того, в первую очередь, еды. Понятно, что еда это шемкалали, это общее название, это не обязательно только еда. Этот человек приходит к тому, что мы только что перечислили. И начинает лить голод, его слабости начинают раскрываться. Здесь говорит, Гаон называет словом Тошия, он говорит Калано. Калон – это вот какие-то отрицательные качества, начинают быть видны, как сказано в Геморре Псохим, который мы только что прочитали. И здесь сказано, Баколь Тошия – все его слабости. Как сказано, что он, какие Каланот появляются, какие, ну, я не знаю, проклятия, не могу сказать. Ну, что проявляется этого человека? Позорные проявления. Позорные проявления, какие появляются, что появляется плохое название, плохое имя ему, его рабу, его семье, его сыновьям, внукам, и так на все поколения. Лашон идгале, то есть что-то раскрывается, имеется в виду, ну, не знаю, насколько это у нас, здесь написано слово идгале с аином, и Агро объясняет, что надо читать идгале с геем, чтобы перевести так, как я и перевел, что это раскрывается, и это показывает на более сильный идгалут, более сильное раскрытие. И зачем написано слово аин, потому что это то же самое слово, говорит Гоан Мивильна, но идгале с геем, это меньше игилу, меньшее раскрытие, чем идгалут с аином. Откуда это взялось, что это за грамматика, я не в курсе. Вот, это та часть, которую он написал. Теперь я хотел остановиться здесь на еще паречке вещей. Давайте сделаем так. Вначале посмотрим одного раша, в Геморре Нозер, который говорит, Геморре Нозер, на дафе Кавгимал, Омут Бэйт. Надо найти только. Есть такая гемора. Сейчас. Гемора приводит нашим суким. Дараш Рова. Рова дает Дарашу. Майдиктив. Что означает пасук? Этнивша микрит ос. Умединим кебария хармон. Этнивша микрит ос. Пасук, тот, который согрешил, там называется его сила, это лот, который согрешил тем, что наделился от Авраама. Мединим кебария хармон, это то, что из него произошли. Мединим и армон, то есть, пасук, который сказан в дальнейшем в Торе, не придет Амани у Моави, то есть, дети лота, в Кагале Ашема. Лот тем, что отдалился от Авраама, привел в то, что его потомки не смогут соединиться сами с Ройлем. Следующий адрошек говорит Рова, а может быть, Рафицка говорит, есть пасук, лотаават и вакэш нефрат, убаколь ташеет галэ. Наш пасук, который говорит, что таеву будет искать отдалившийся, о чем идет речь, это лот, который ищет таавот. Убаколь ташеет галэ, и вся слабость его откроется, то есть, и дгалэ, стало раскрыт его колонн, позор, в Батэй-Книсеот и в Батэй-Медрошот. И в Батэй-Книсеот, в синагогах, и в Батэй-Медрошот, в местах, где учат Тору, откроется тот позор, который был у лота. Детнан. Имеется в виду пасук. Амани, Вави, Асурин, Ваисыран и Сыроилам. Имеется в виду, что в Батэй-Медрошот будет произнести на Мишна. Раша объясняет, что значит откроется в Батэй-Книсеот и Батэй-Медрошот. Батей-Кнесиот это синагога, где в их времена, во времена Талмуда, было очень принято, что существует Батей-Кнесет и Бат-Мидреш. И это разные сооружения с разным назначением. Батей-Кнесет это место, где молились, и Тору там практически не учили. Батей-Мидреш это место изучения Тора, там иногда и молились тоже. Но были Батей-Кнесиот, которые были созданы, чтобы там собираться для молитвы. И это не совсем то, как сегодня принято, во всяком случае, в литовском мире, когда Батей-Кнесет открыт постоянно, и там постоянно кто-то сидит, учится. Очень трудно там до 12 часа ночи с раннего утра, очень трудно найти Батей-Кнесет, который пустой. Несмотря на то, что уже все Шахрис и Минхи и Марьевы кончились, там постоянно сидят люди, которые сидят и учат Тора. Это Батей-Мидреш. Но Батей-Кнесет, он называет Гемора, место, где место молитвы. Там молятся и, соответственно, что там читают? Читают Тору-Шебехта, письменную Тору, которая читается каждый шаббат, и понедельник-четверг по токане, который сделал пророк Эзра. Но изучения устные Тора там практически отсутствуют. Поэтому то, что Итгалэ, то, что раскроется Батей-Кнесиот, в синагогах имеется в виду пасук, который будут читать в синагогах. Колонн, позор, лота не войдет амонитянин и мавитянин Бакагаля-Шем в общество Всевышнего. Из-за чего? Из-за того, что Лот отделяется от Авраама, который является макором, источником того, как не надо прилепляться к Таве. Поскольку Авраам еще до дарования Торы раскрыл для себя Митцвод, и понятно, что Авраам это анти-Таева, которая была того времени. И Лот от него отделился, поэтому он отделился ради Тавы, и, соответственно, ради пастбищ для скота. И, соответственно, амония мави не могут войти в общество Всевышнего, и это будет сказано Батей-Кнесиот. В Батей-Медрашот, где учат Тору-Шиба-Аль-Пе, приводят Гемора-Мишну. Написано, амония мави, амонитянин и мавитянин, запрещены войти в Кагаля-Шема в общество Всевышнего навсегда. Это Исур-Алам. И объясняет Раша, И вся слабость будет открыта. Сейчас, секундочку. Здесь только Раша объясняет не так, как я сказал. Я привел Перуш к Гаона, а Раша здесь более близок к Геморре, к Перушам-Альбима. Он говорит, Летаваев Акеш-Нефрат к Таве будет просить отделяющийся. Объясняет Раша, Летвар Авейра, что он будет искать Авейру, и будет искать тот, кто отделился. И кто это тот, кто отделился, который ищет Авейру? Это Лот, который отделился Абраама, как написано. В Ифраду отделится человек от своего брата. В Иса-Михла. И рядом написано, В Иса-Лот-Микэдам-Шу-Нефрат-Хила. И написано, что И пошел Лот прежде. То есть, Лот отделился от Абраама. Первый. Не Абраам от Лота, а от Лота от Абраама. Беколь-Та-Ши-Эд-Галэ. И все, что... Вся слабость будет открыта. Объясняет Раша. Бе-Та-Ши-Э, Ло-На-Амар. Не сказано Бе-Та-Ши-Э. Сказано Беколь-Та-Ши-Э. Все. Вся слабость. Любая слабость. Сказать, Что Нид-Галэ. Что будет раскрыт колонн. Бе-Штей-Та-Рот. Его позор будет открыт в двух Торах. Тора, которая называется Та-Ши-Э. Раша переводит слово Та-Ши-Э. Не слабость, как переводят Мальбим и Гаон. А он переводит слово Та-Ши-Э, Как слово Тора. То есть, спасение. Тора это спасение. В двух Торот, В двух спасающих частях Торы. Написано. Откуда я знаю, что Та-Ши-Э это спасение? Говорит Раша. Написано. Ифлия, Эца, Гигдиль, Та-Ши-Э. Когда дается чудесный совет, Тора называется советом, То приходит огромное спасение. Тора, Шебек-Тав и эти два Та-Ши-Э, Беколь-Та-Ши-Э в обоих. Это Тора и Тора Шебек-Тав, И Тора Шеба-Аль-Пе. Письменная и устная Тора. В Торе Шебек-Тав, Батейк Неси-Ёт, В синагогах, Когда читают Тора, И там написано. Как написано в Мишне, Которое я только что процитировал. Таким образом, Раша переводит слова совсем никак, Ни как Мальбим, И ни как Гагро. Первое слово, Которое здесь вызывает вопрос, Даже не перевод, А объяснение. От чего отделяется? Ле-Тава-То-Ива-Каш, Та-Ива будет искать отделившийся. Гагро объясняет, Отделившийся от Торы, Он сразу же будет искать Та-Ивы. А Раша переводит, Тот, кто хочет отделиться для Та-Авы, Так же, как Мальбим, Отделяющийся для Та-Авы. И вторую часть слова Та-Ши-я, Мальбим и Агро объясняют, Как слабость, Которая раскроется, А Раша, Опираясь на Гемору, Нозер, Объясняет, Что речь идет о раскрытии, В Батеймидрашот и Батейк Неси-Ёт, То есть, слово Та-Ши-я, Он переводит, Как спасение, Как Тора. Но смысл остается очень похожий, Хотя совершенно по-разному читается Псуким. Тут я должен добавить, Что на самом деле, То, что я причитал Раша в Назире, Это совсем не факт, что это Раша. Есть большой спор по поводу того, Что комментарий в Назире, Который дается контраст, Такой стандартный комментарий Геморы, Написан он Раше, Или написан он другими комментаторами, Робеки Вегерс, Де Хэммет, Они очень сомневаются по поводу того, Что этот комментарий принадлежит Раше, И когда учится Гемора Назир, То обычно этот комментарий, В всяком случае при чтении, Бакиютном, легком изучении, Небо и Юн, Этот комментарий обычно не читается, Читается сразу Тосфос, Поскольку там есть очень много противоречий, Очень много стирот, Поэтому я не могу точно сказать, Что это Раша, Но, тем не менее, Вот комментарий на Мишли, Он переводится как Раша на это место, Хотя Раша в Мишли, Такого не пишет, Поэтому я как бы не могу быть охраи, За то, что это Раша, Но, тем не менее, Мы видим, что это кто-то из Решоним, Кто-то из первых комментаторов, Мы видим, что прочтение, Посука, Немножко разное, Но суть от этого не меняется, Речь идет о том, Что колонн, Позор этого человека, Будет раскрыт в тот момент, Когда он отделяется, Или его слабости будут раскрыты, Или в Торе будет раскрыта, Но, когда человек отделяется ради Таевы, То открываются его слабости, Это пшат, с которым никто не спорит, Теперь вопрос, Что значит отделяется, Отделяется ради Таевы, Это Мальбин и Раша в Назире, Или тот, кто отделяется от Торы, Сразу же начинает искать Таву, Поскольку Тора, Это то, что сдерживает человека, От того, чтобы искать Таеву, И, соответственно, Его позор будет открыт многим, Есть еще один комментарий, Гаона на Шир-Раширим, И там он пишет достаточно интересную вещь, Только вот я, Сейчас, секундочку, Потому что Шир-Раширим я не взял, Но она может быть здесь есть, Внутри текста, Один момент, Рут, песня, Шир-Раширим, Это находится, Шир-Раширим, В восьмой главе, Седьмой пасук, Дело в том, что, У меня нету комментария Гаона здесь, На Шир-Раширим, Есть только кусочки, Которые приведены, Но их нам хватит, И так довольно много, Восьмая глава, В пасуке номер семь, Говорит, Многие воды не смогут погасить любовь, И реки не зальют ее, Если отдаст человек все добро дома, Своего за любовь, То заклеймят его презрением, Такой известный пасук Шир-Раширим, Который звучит, Теперь, Гаон пишет, Что, Что, Когда мы сталкиваемся с последней, Мишлей, С последней главой, В книге Мишлей, То там есть пасук, Эшитха-Иль-Ми-Имца, Раховник-Иль-Михра, Известный псуким, Кто дойдет на бродетельную жену, И, Батах-Балев-Бала, Уверен в ней, Уверен в ней сердце ее мужа, Ва-Шалла-Ло-Эхсар, И добра многого не будет не хватать, Говорит Гаон, Что означает, Батах-Балев-Бала, Имеется в виду, Что есть гемора в шабате, Который говорит, Кто такой Талмит-Хахам, Человек, который Макпит, Человек, который следит За тем, чтобы Сейчас Следит за своей одеждой, Чтобы перевернуть ее, То есть, Человек, который надел Одежду наизнанку, И он вовремя сразу же Обращает на это внимание, И переворачивает ее На правильную сторону, Такого человека называют Талмит-Хахам, Я не знаю, честно сказать, Пшат этой геморы, Простого смысла этой геморы Я не понимаю, Поскольку ребенок в среднем Семи, восьми, ну, девяти лет, Который не является Талмит-Хахам, Тоже его можно научить Одевать одежду не наизнанку. Гемора объясняет, Что имеется в виду, Что у человека есть медот, Его качество. Его качество называется халук, Называется его одеждой. Почему они называются его одеждой? Потому что проявление вовне Это то, что в первую очередь Видно через одежду человека. И человек, Который Талмит-Хахам, Он знает, Какие качества ему надо когда надеть. Периодически ему надо выглядеть, Как будто он гневается, Периодически ему надо выглядеть, Как будто он добрый, Любит и так далее. А внутри он должен оставаться Без изменений, Стандартным, И просто надевать то качество, Которое приемлемо к данному случаю. С одним человеком надо выглядеть так, С другим человеком надо выглядеть иначе. И почему это называется медот? Он доказывает это из книги Ваикра Вейлбаш Коген Мидо. И оденет Коген свое медо, Свою меру, Свою размер, Свою одежду. Мидо-бад. И это медот от слова одежда. И говорят наши мудрецы, Хазаль, Сказали в сифре, Что медо, Это слово медо, Это мида, Качество. Имеется в виду, Что той медой, Которую он меряет, Меряется его и так далее. Но Толмитхохам, Если он видит, Что он сделал какой-то авейру, Он не шаль, Споткнулся о какой-то вещь, Которая мигуне, Какую-то неприятную вещь, Он тут же видит, Как правильно это перевернуть, И как правильно это построить. Потому что Тора, Она вся связана с этим. Поэтому заканчивается и сказано в Перкеавод. Перкеавод говорит, В Пятом Перике, Я не взял, В Шигэн Тикунэй Медод, Где рассказывается о Тикунэй Медод, О исправлении Медод, Фактически, Весь Перкеавод, Это Масэхид, Посвященный тому, Как надо работать над Медод. Он говорит, Про Тору говорится, Переворачивая, Переворачивая, Потому что все в ней. Умина лотазо, И от нее нельзя подвинуться, От Торы. Гайну, То есть, Что, Рафуат Ганэфиш, Есть понятие, Лечить душу. У человека есть проблемы с душой, И Медод, Это болезнь души, Фактически. Рамбом на эту тему пишет, Я как-то это приводил, Из Шмана Праким Рамбома, Что он пишет, Что Медод, Это качество души, На которое, У здорового человека, Медод здоровый, У больного человека, Медод больный, И на Медод ложатся все оверот. Так вот, Лечение души, Оно подобное лечению тела человека. Что для того, Чтобы лечить душу, Нужно ее ворочать, Переворачиваться. И об этом сказано, Где-то в другом месте, Что Медод, Их нужно перевернуть В лучшую сторону. И вот, Главная часть всех Отрицательных Медод, Это Меда, Которая называется Тайва. Это все Гаон, Нашири, И он говорит, Что Тайва приводит Ко всем остальным Отрицательным Медод, Которые есть в мире. Желание человека, Стремление к удовольствию, Оно приводит Ко всем Отрицательным Медод, Которые существуют. Оно является, Как бы, Аф, Отцом Отрицательных Медод. И это понятно, В связи с тем, Что говорит Хазаль Бавибасы, Я только не буду Засчитывать все Разные кусочки Бавибасы, Которые говорят На эту тему. И Сейчас Мне надо Перепрыгнуть И В Геморике Душин Тоже это приводится. Продолжает Гаон и говорит, А если ты спросишь, Зачем Наши Хохоми Перечислили Все хорошие Медод В Масехте, А вот Это перечислено, Сейчас обратите внимание, Может побьете меня Камнями Через экран, Проверим. Все эти Перечисления Хороших Медод И все Связанные С мусаром Вещи для Исправления Медод Они Перечислены И сказаны Для того Человека, Который Не Является Бааль Тойра, Который Не является Хозяином Торы. И это Сказано, Что в месте, Где нет Торы, Там Требуется Лечение, Лекарство. Это говорит Геморра Бавибасы. Но Баалей Тора, Люди, Которые Владеют Торой, Они не Нуждаются В лекарство От душевных Болезней От Медод. Потому что Тора, Она включает В себя Все. И это То, О чем Сказано В Мишле Ба Тах Ба Лев Баала Уверен В ней В Торе Понятно, Что Яшетхайль Это Тора Я на всякий случай Забегаю Вперед. Это не Жена Это Тора. Ба Тах Ба Лев Баала Уверен В ней В Торе Сердце Ее Мужа. То есть Талмитхохам Он уверен, Что Тора Должна Спасти его От Авиирот И от отрицательных Медод. Миколь Халаим Шабаалам И спасти От всех болезней Которые есть в мире. И об этом Сказали Хазаль В нескольких местах Одно из предложений Что про Тора Сказано Миколь Махалейха Рапаэха От всех болезней Я тебе лечу Сказала Тора. И в другом месте Сказано Что Талмитхохам Но кем ванатер Кинахаш Вэгарегу Аль Маханэх Что Талмитхохам Имеет право Линком Мстить Как змей А Нет Амраарец Не может быть Хасидом То есть Если ты нашел Амраарца Который будет Хасидом То надо убегать Из его шхуны И все это Сказано Из его Как шхуна Переводится Района Квартала И все это Сказано Про Тору Таким образом Я Гаон здесь Очень длинный Здесь есть еще Одно место Которое я хотел Зачитать Но я забыл Где это Есть еще Комментарий На этого Гаона Есть Небольшое Добавление Рафменахи Менделя Сейчас Секундочку Давайте я продолжу Потому что я не нахожу Например Говорит Гаон Что если человек Мухзак Если у него Есть хазока Бамидата Вайхат В одном положительном Качестве Например Человек Скромен То он не может быть Уверен А только Что он справляется С Гаевой И он не уверен По поводу Таевы И то же самое С остальным Что Бааль Рафменахи Мендель Это А то о чем сказано В Зогаре В Мараиме Меимне То Умин Илая Инну Кихушин Машхо Что Сверху Они приходят Вот эти вот 366 Дней Которые приходят И они Ослабляют Его Мешх Мешх Это Лемшох Тянуть Они Ослабляют Его Тягу То есть Он хочет сказать Что 365 Дней В году Которые Существуют Тора Ослабляет Того Ослабляет Тягу Человека Коверот И об этом Сказано Что Малахей Хабола Ангелы Которые Отвечают За Повреждения За Незоки И так далее Они Ослабляются Посредством Торы И Есть 365 И еще Один Один Которого Нету В Йом-Кипура Сотан Не работает В Йом-Кипур И В Йом-Кипур Как бы Человек Даже Не обладающий Торой Имеет Возможность Погасить Влияние Сотана А Тора Гасит его Влияние Не только В Йом-Кипур Но во все Остальные 365 Дней В году Это То что Говорит Гаон Шир-Гаширим Теперь Вернемся К нашему Пасуку И попробуем Его Еще раз Разобрать На основании Того Что мы Прочитали Сейчас Из другого Места Гаона Он говорит Что человек Который отделяется От Тойры Он тут же Попотает В руки К Меде К Меде Которая Называется Таава И начинает И искать Поскольку Тора Это то что Спасает Человека Талмитхохама Который учит Тора Лишма От Таивы И После того Которого Отделяется От Торы То Он Колон Его позор Открывается И у него И у его Детей У его внуков У жены И так далее Это комментарии Гаона И после того Как мы зачитали Гаона Ишир Ирашир Я думаю Что он Становится Значительно Более Понятным Но комментарии Мальбима Который Является Пшатом И Раша В Назире Это тоже Комментарии Которые Говорят О том Что человек Который Остается Талмитхохам Он начинает Искать Удовольствие В Саудот Как сказано В Геморе Псохим Это человек Который В результате Начинает Отдаляться От Тора Таким образом Есть как бы Два пути Человек Который Идет К Тайве Он оставляет Тору Человек Который Оставляет Тору Он идет К Тайве В результате Обе эти вещи Ведут К тому Что раскрывается Его колон Его Его Колон Его позор Окей Двинемся Дальше Только мне надо Найти Эту Мишлю Второй Пасук Говорит Глупый Любит Неблагоразумие Но только Открыть свое сердце Мне уже Ого Целое сочинение Правильно ли я понял Что Назир Который отдаляется От наслаждений Рискует Увеличить свою тягу К ним Так как она Начинает расти То есть Получается Что тяга К наслаждениям Уходит В первом Примере Сама Он стремится Ее вернуть И ослабляет Этим себя Однако В противоположном Случае Когда человек Сам себя Отдаляет От наслаждений Он подвергается Подобному риску Да В принципе Это то Что имеет ввиду Гемора Имеет ввиду Гаон Когда мы говорим О том Что существует Как бы Не совсем Однозначно Эта вещь Существует Наслаждения Которые запрещены Но Тора Не запрещают Всю таву Наслаждения Которые направлены На Авода Гашем На службу Всевышнему Они необходимы И они являются Частью Существования Жизни Я уже об этом Говорил Но мне придется К этому вернуться Еще раз Что есть Гемора Которая Рассказывает В принципе Это почти Танах В пророке Нехами Это сказано Комментатор Объясняет Но Элмайсе Это гемора В трактате Йома Который говорит Что после того Как во время Нехамии Был построен Второй храм Аншейк Несадыгдала Мунжи Великого собрания Увидели Что В связи с тем Что прекращается Пророчество Пророчество Угасало Угасало Еще через очень Короткое время Полностью закончилось Невозможно Оставить Пхирухавши Свободу выбора Человеку Если у человека Остается То же самое Стремление К поклонению Идолу Как было раньше Поэтому они Обращаются К Всевышнему С постами С молитвами И так далее И уничтожают Ецер Прячут Ецер Абой де Зойер Делают так Что стремление Человека Служить идолам Оно Запаяно В кувшин И брошено На дно моря То есть Оно не работает В этом мире Когда они видят Что им так хорошо Это удалось Тем самым Они смогли Сделать Соответствие Параллель Между Тем Что нету пророков И остались Только мудрецы Которые призывают Нас к Торе А пророчество Как таковое Исчезает И если остается Ецер Абой де Зойера То просто Амисраэль Не сможет Выдержать Этот Ецер И будет служить Абой де Зойере Почему Это не наша тема Сейчас Я когда-то Это рассказывал После того Как они увидели Что происходят Такие события Они поняли Что есть еще один Ецер Подобный Ецеру Абой де Зойере Ецер Который называется Ецер Арает Ецер запрещенных связей Понятно Что если Ецер Абой де Зойере Это отказ От службы Всевышнему И за Гаева И за гордыни То Ецер Арает Запрещенных связей Это стремление Получить Как можно больше Наслаждений И не ограничить Себя Только женой Но Зачем себя ограничивать В принципе Таева должна быть На все 100% Куда попало И тогда Человек Идет Куда угодно И когда Аншейк Незет Гдала Это увидели Они попросили У Всевышнего Убрать еще один Ецер Убрать Таеву Из этого мира Убрать Ецера Арает Из этого мира И у них получилось Когда через какое-то время Они увидели Что мир Не может существовать Потому что Курица И петух Не соединялись вместе Муж не подходил к жене Люди умирали от голода Потому что Нету Таевы Нету желания поесть И забывали о том Что надо покушать Нам очень трудно Представить себе Эту ситуацию То они Помолились Всевышнему Чтобы вернуть Этот Ецер Потому что Без Таевы Не может существовать мир Я когда-то Слышал Шур Который мне кажется Что это Эмис Ламито Настоящий Пшат того Что там произошло От имени Рафмойша Шапира Я слышал Как Рафмойша Шапира Это говорил Зикрон Элевроха Не помню Говорил ли он Своего имени Или цитировал кого-то Но Не Карим Деврееме Это очень понятно Что это Пшат Сильный и правильный Он сказал о том Что Главная проблема Заключается в том Что без Таевы Невозможно жить Потому что Без Таевы Без наслаждения Нельзя заниматься Торой А без того Чтобы человек Учил Тору Мир не может существовать Поэтому Таеву нужно было вернуть Поскольку Таева Существует позитивное И негативное Без Таевы Невозможно делать Не только Невозможно без Таевы Заниматься Торой Без Таевы Невозможно делать Еще некоторые миссии Например Плодитесь Размножайтесь Это вещь Которая физически Невозможная И поэтому Необходимо Чтобы Таева Участвовала В существовании Этого мира Поэтому Люди Которые Уходят за грань Переходят И делают так Чтобы убрать Себе от Таева Полностью На все 100% Уходят в пустыни И так далее То поскольку Хакодыш Барго Оставил Таеву Хотя бы Разрешенную Таеву В этом мире То в случае Если люди Не будут использовать Эта Таева Разрешенным способом То постепенно Она прорвет Плотину И соответственно Таева Выйдет за пределы Правильного состояния И это может Привести к обратному Это не означает Что на какое-то время Человек не может Сделать Медак Пришут Сокращение И сократить Таеву Но это время Должно быть ограничено В соответствии С его силами Его возможностями И так далее И это не имеет Ничего общего С уходом в пустыню И уходом от нормальной жизни Жизнь должна продолжаться Таева Должна существовать И грубо говоря Выполняться Митцва Плодитесь Размножайтесь Должны быть Саудот Митцва Трапезы Посвященные Митцве И на этих трапезах Человек обязан Получать удовольствие Но Талмитхохам Окей Это то что имелось ввиду Поэтому человек Который уходит От пустыни Здесь есть свои плюсы Свои минусы В зависимости от Ситуации И так далее Двинемся дальше Это не означает Что не нужна Медак Пришут Мера Пришут И мера устранения От каких-то вещей Разрешенных Она необходима И об этом я говорил Об этом пишет Рамхаль В Масилатке Шарим Когда человек Вышел на этот уровень Ему это необходимо Об этом пишет Рамбан В Паршат Котшим Кдашим Тию В 19 главе Книги Ваикра Мы это уже Когда-то обсуждали Но это не означает Что любой человек Должен на себя Накладывать Какие-то вещи Это нужно Эти вещи Должны соответствовать Его уровню И об этом тоже Написано Рамхале В Масилатке Шарим Например Уже прошло Какое-то количество лет Когда умер Такой большой Талмитхохам Рафпинхас Шенберг Он известен В основном тем Что он надевал Какое-то дикое количество Талитов Никто не знает точно То ли 17 талитов То ли что-то подобное Талиткотонов Поскольку он хотел Выполнить митсву Цицит По всем мнениям По всем мнениям Которые нашел Решони У первых комментаторов Талмуда Чтобы это была Одна митсва Которая выполнена По всем Шитот и так далее Полностью Лешма Он дал такой недр Когда болела его жена Что он это сделает И он надевал 17 талитов Это все знают То ли 17 То ли больше Это все знают Но не все знают Что этот человек Много последних лет Своей жизни Совсем не ел мяса Кроме саудат митсва Кроме трапезы Посвященной митсву Когда-то последние Несколько лет его жизни Саудат митсва В шаббат есть или нет Я так слышал Когда-то что да Поэтому в шаббат Безусловно он ел мясо Но в будние дни Он не ел За исключением Саудат митсва Правда Последние несколько лет Его жизни Саудат митсва У него была каждый день Потому что он все время Был сандаком на Бритмиле И поэтому Сандак на Бритмиле Это саудат митсва Ему нужно было это есть Но Он не был Марбеба сауда Он не увеличивал Свою трапезу Потому что Он хотел Это медат пришут Для того чтобы Толмитхохом Не был тот Толмитхохом Который Марбеба сауда Как сказано В Гемори Псохе И это то Что он делал Для себя Поскольку он Искал это На своем уровне Я не думаю Что сегодня Каждый человек Который начал Саблюдать митсвот Пару лет назад А может быть Чуть-чуть меньше И начнет выпендриваться И заниматься Медой пришут До тех пор Качеством пришута До тех пор Пока он не начал Нормально соблюдать Митсвот И не прошел Здесь остальной Путь своего Как бы Роста В Торе То это будет Правильно для него Все зависит От уровня человека От его качества И так далее Это раз Два мы уже обсуждали Что есть люди Которым Медат пришут Просто не нужна Поскольку Их основная проблема Это не та его А какие-то другие Медот У каждого человека Есть свои проблемы И человек должен Понять По какому пути Ему лично идти Это может сделать Только он сам Даже если он будет Спрашивать Рава Рав должен понимать Кто он такой Ему нужно четко Сформулировать вопрос Но у каждого человека Есть свои Несколько индивидуальные пути В этой части Авойды А есть общий путь Который одинаков Для всех Как мы уже учили Что есть большая дорога А есть маленькие тропинки Шламо Амеллах На эту тему Довольно много написал Вот Но Тем не менее Общий путь Широкий путь Для всех людей Это Что нельзя Оставить Тору Ради Таевы И человеку которого Вырастает Таеву Он автоматически Оставляет Тору Какое количество Таевы Для разных Людей Является оптимальным Я не могу сейчас сказать Поскольку это Дифференциальное измерение Которое свойственно Каждому человеку Но При этом Нужно видеть Где находимся И так далее Окей Двинемся дальше Говорит Шламо Амеллах Во втором предложении 18 главы Глупый Любит неблагоразумие Но только Открывать Своё сердце На иврите Эта фраза Звучит Ой Она как-то звучит Вот нашёл Лоихпоц Ксиль Бетвуна Не будет хотеть Глупый Глупец Ксиль Если вы помните То Мальбим Очень приводит Слово Ксиль Как человек Который Уже подчинил Себя своей Таевы И из-за своей Таевы Не может его разум Совладать с ней Он не может Желать Твуны Разума Понимания Ки имбэит Галутлибо А что он может хотеть Только раскрытие Своего сердца Смотрим Как объясняет Мальбим Во-первых В Биургамилот Там где Мальбим Объясняет Перевод слов Он пишет Что такое Ксиль Гуналус Мехакея Мальбим Мальбим Пишет Разум Разум Он ищет понимание Но у него Все время Есть какие-то Сомнения Поскольку Он немножечко Не Эйнштейн Что если бы он мог Понять все Своим разумом До такого состояния Что сапег бы у него Исчез То он бы тут же Захотел мудрости То есть Торы Хохма Это мудрость Которая дается Сверху В данном случае Это Тора Твуна Это то что я могу Постичь своим разумом Снизу И вот Он говорит Что не хочет Ксиль Твуна Он не хочет Разума Даже который идет Снизу Вообще Но только Он хочет Свои цуверим Свои картины Тавы Тайвы Амидгалим Алялев Которые у него Нарисованы на сердце Которое сердце Все время рисует ему Потому что В соответствии С рисунками Своего сердца Которые Раскрываются Из глубины Его души Как добру Как и за злу Так он и будет делать Несмотря на то Что если он подумает То он поймет Что эти рисунки Отнюдь Не являются идеальными Но Поскольку он Ксиль И рисунки Тавы Которые перед ним Стоят Для него Являются оптимальными Поэтому он Не будет Думать на эту тему Поскольку И так хорошо Уже все в порядке Объясняет Гаон Немножко иначе Или сильно иначе Что Ксиль Он тоже может Оказаться в Бейтмидрше Он тоже может Прийти в Бейтмидрше Для того чтобы учить Тору И когда он приходит В Бейтмидрше То он не приходит Для того чтобы Учиться И понимать Тору Поскольку он Этого не хочет Но То что он хочет Он хочет Открыть другим То что у него В сердце И все Чтобы увидели Персун Рекламу Его мудростью Гемора даже интересно Но как я объяснил Например Раша Или Тосфас Ему очень мало Интересно Ему интересно Рассказать Как он понял При первом прочтении И сравнить это С его жизненным опытом И показать Что имеет значение Это бывает Рассказать Как объясняет Как объясняет Хазаль Что имеет Ввиду Это место Торы Ему хочется Рассказать Как он это Совмещает С личным опытом Своей жизни Это Человек Которого Гаон Называет Ксилем Человек Который Свои мысли Не в состоянии Подчинить Митцевам Торы Но В отличие От Мальбима Гаон Переводит Слово Ксиль Не тот человек Таавот Которого Не позволяет Ему углубиться В Тору А человек Которого И свое Я для него Важнее Не обязательно Таавот Это может быть И Гаева Может быть И просто Глупость Которая ему Мешает Увидеть То что Имеет ввиду Хохма И он не ищет Настоящие твуны А ищет Возможность Лифарсэм Свою мудрость Вот Мы успели Только два предложения Пройти Но Они довольно Объемные Особенно первая Поэтому На этом мы Закончим Сегодня Спасибо Всего доброго До новых встреч На следующей неделе